И еще одна функция пакетов — это инкапсуляция на более высоком уровне, чем классы. При помощи модификаторов доступа можно сделать класс, метод или поле доступным только в пределах пакета. То есть можно скрыть какие-то детали реализации внутри пакета так, что они будут недоступны классам из других пакетов. Это особенно важно, когда вы, например, пишете библиотеку, которую будут использовать другие программисты. В этом случае вам нужно выставить наружу только строго определенное подмножество классов и методов, а все остальное — детали реализации вашей библиотеки — максимально скрыть. Казалось бы, кому могут понадобиться ваши внутренние классы? Так же думали и разработчики SunMicroSystems. И вот теперь мы имеем огромное количество программ, зависящих от классов из пакетов SunMisc или ComSan, которые никогда не были предназначены для широкого использования. Так что не надо недооценивать сообразительность и длину рук программистов, которые будут использовать написанный вами код. Против длинных рук других программистов помогут специальные ключевые слова — модификаторы, устанавливающие правила доступа к вашим классам, их полям и методам. В Java есть четыре типа доступа. Public — разрешен доступ отовсюду без ограничений. Protected — доступ разрешен только для классов наследников и для классов текущего пакета. Отсутствие модификатора означает доступ только в пределах пакета. И Private — доступ только в пределах класса. Модификаторы Protected и Private неприменимы к классам верхнего уровня. Их можно применять к вложенным классам. Но о вложенных классах мы поговорим отдельно. Также в некоторых контекстах отсутствие модификатора означает не пакетную видимость, а что-то другое. Но об этом мы тоже будем говорить потом, когда придет время. Стоит хорошенько думать о том, какие элементы вашей программы вы выставляете в общее пользование, а какие нет. Если сомневаетесь, то лучше поставьте более строгий модификатор доступа. Если в один прекрасный момент действительно появится реальная необходимость переиспользовать ваш код в другом месте, то поставить другой модификатор доступа будет нетрудно. А вот если вы изначально объявили ваш класс как публичный, а потом передумали, то вам, возможно, придется перелопатить немаленькое количество кода, где ваш класс таки могли успеть заиспользовать. И вообще, далеко не всегда вам доступен весь код, где могут использоваться ваши классы. Например, если вы выкладываете библиотеку в интернет, то вы уже ничего не контролируете. И фактически вы подписываетесь поддерживать обратную совместимость, то есть не удалять, не переименовывать и не менять другим несовместимым образом ничего из публичных классов, методов и полей. Пользователи очень не любят, когда новая версия библиотеки ломает им их код.